Ну, рассказывайте, как ваши дела? Вы знаете, после доброго, как вам получше стало, да? Лучше чувствую, что лучше выглядеть. Но я рада. Галина Ткачук в прошлом конструктор. Работала на алюминиевом заводе. Пять лет назад у женщины случился инсульт. Год пролежала не вставая. Сейчас передвигается только на коляске, и из дома почти не выходит. С появлением в округе палеотивной помощи ее жизнь изменилась в лучшую сторону. Первые два года ко мне ходил только один терапевт. Первый год приходил врачи, стационарный в РОП. Двух лет один раз пришел, потом лежачий, лежачий. А сейчас пришли сразу и тот врач, и другой, и третий. Новое лекарство, новое это самое. И я начала вставать. Палеотивная служба в Ленинском городском округе появилась относительно недавно. Кабинет расположен в Видном на Завидной 24. Помощь оказывается пациентам с хроническими прогрессирующими заболеваниями, которые не поддаются иным методам лечения, кроме как поддержания человека в комфортном состоянии. Обезболивание и поддержание функций органов и систем. Это заболевания хронические. Могут быть последствия травм, тяжелые последствия травм, тяжелые последствия нарушения мозгового кровообращения, органная недостаточность хроническая, прогрессирующая, ну, опять же, не поддающаяся лечению, инфекционные заболевания. Терапевты к таким тяжелым больным выезжают регулярно. Проводят плановый осмотр, оценивают состояние здоровья пациента, направляют к нему узких специалистов. Также на дому возможен забор крови и диагностика электрокардиографии. Если мы говорим о вопросах, касаемых реабилитации или восстановления пациента после то или иное состояния острого, либо хронического, то в целом, да, наша задача что? Повлиять на уровень и качество жизни такого пациента. Элементарно, когда есть плановый патронаж, когда есть план раз в три месяца или раз в полгода вести такого пациента в динамике, это, конечно же, очень радует. Своих пациентов врачи-терапевты посещают раз в три-шесть месяцев, но готовы прийти на помощь и вне этих сроков. Больные, которые могут передвигаться, самостоятельно приходят в поликлинику. Также наша служба занимается организацией направлений в хоспис при необходимости, отделение сестринского ухода, выпиской льготных лекарственных препаратов, наркотических средств при необходимости, допустим, откологическим больным. Сейчас на учете у врачей кабинета палеоативной помощи порядка двух тысяч человек. Полторы из них – жители города Видное. Юлия Погосян, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова